Казачий Круг Медовый спас связан с изнесением честного креста Господня, освящается в этот день мед, и чтобы в радость, в сладость всем верующим православным христианам. Сегодня традиционно у нас день города, ярмарка, собирается народ, чтобы осветить мед. День сегодня солнечный, ясный, жизнь вокруг храма живет, процветаем, храм Божий восстанавливается, мира, радости и помощи Божией всем. История праздника происхождения древ креста Господня в греческом часослове 1897 года объясняется так. По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле установился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освящения мест и отвращения болезней. По принятому в русской православной церкви чину, в этот день совершается малое освящение воды, а вместе с ним и освящение меда. Отсюда и народное название праздника – «Спас на воде» или «Медовый спас». Епифания – это не только столица Куликового поля, но и малая родина моя, моей семьи. Мы это место очень любим. Здесь каждый год проходят ярмарки вот такие замечательные. В этом году 14-й, на следующий год будет юбилейная, будет Епифания 440 лет. У нас чтутся очень традиции, казачество развивается. Праздник продолжился строевым смотром западного окружного казачьего войска Тульского региона и работой интерактивной площадки «Казачья станица», позволяющей гостям ярмарки получить наглядное представление о традициях казаков, русских вольных воинов, издревле стоящих на страже Отечества и веры. Важно то, что здесь творится молитва, и все, что начинается здесь, начинается с молитвы. Есть живое общение у казаков, друг между другом, живое общение у людей с казаками, и тоже друг с другом. И важно то, что мы стараемся здесь увидеть некое внутреннее духовное действие. Есть очень важная такая характеристика, наверное, любого времени. Это критический остаток христианства, остаток верных. Об этом повествовалось и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И важно, что вот этот малый церковный остаток, присущий здесь, он несет слова молитвы и слова добра. Все прекрасно знают, что Епифания – старинный казачий край. Епифания строилась по указу Ивана Грозного, как казачья крепость. И здесь, под Епифанию, много казаков сложили свои головы, защищая южные границы Руси. И сегодня, когда казачество возрождается, казачество возрождает свои традиции исконные. Это традиции нашего народа, по большому счету. Ну, это очень приятно осознавать, что все эти помысли, все эти шаги направлены в первую очередь на воспитание молодого поколения. Чтобы молодое поколение воспитывалось в старинных наших славянских православных традициях. Потому что одно без другого просто невозможно. Чтобы тот девиз, который казаки провозглашают – «Служу Отечеству, казачеству и вере православной» – он воплощался не только на словах, но и в делах. На Епифанской ярмарке не случайно отводится почетное место рассказу о казачьих традициях. Уездный город Епифань был основан более 400 лет назад, как форпост на южной границе Московского государства. Здесь, на Дону, епифанские стрельцы и казаки отражали набеги крымских ханов, прикрывая Тулу, всегда являвшуюся арсеналом и щитом России.